здравствуйте друзья на тему о неисповедимых путях то есть когда делаешь правильные вещи то как-то смотришь вроде и получается обычно так вот у других думаешь почему вот одним так что у них получается а другим так что у них не очень и вот такой случай интересный где-то наверное месяц назад в скайпе пишет мне человек не из майами и даже не из форт лаудердейл там есть расстояние это южная флорида но чуть стороне оттуда но в общем достижимое расстояние если скажем на работу ездить из вот этой довольно заселенной территории между майами и форт лаудердейл можно проехать там полчаса достижим в общем звонит пишет скайпе человека говорит михаил мне бы вот несколько там рекомендации вот надо нанять там три-четыре человека вот вы пожалуйста значит может быть кого-то посоветовать а он даже на самом деле говорит я готов приехать в кремниевую долину и там у вас в школе интервьюировать я видел что вот блогер хвостович приходил они для своей компании интервьюировали я тоже готов прилететь там вот в общем и проинтервьюировать и взять людей ну такой как бы сюрреалистичный такой сюжет сейчас он из флориды прилетит будет интервьюировать вот но я могу ты зачем у нас довольно много народу есть в онлайн классе в частности из флорид поэтому не надо никуда ездить мы сейчас на месте найдем и начинаю обзванивать кто там у меня есть в тех краях человека 3 обзвонил да и мы вот ребята вот телефон звоните сами там назначайте интервью один тут же там через 10 минут пишет мне назначил интервью завтра значит там иду на интервью потом смотрю как то облом какой-то происходит выясняется что требование у него довольно ну такие не примитивные так скажем то есть он хочет чтобы там люди на си шарпе писали пришли какая-то автоматизация на чем-то и ну это не то есть могут встретиться и такие тоже я не хочу сказать что среди наших там онлайн студентов ник не найдется никто кто каким-то образом своей жизни вдруг там прикоснулся к этому си шарпу но но в общем то это конечно не наш типичный студент и безусловно вот там в районе там форт лаудердель там и вот этих мест конечно столько их там нет короче он им дает отбой там дает мне отбой соответственно я я всем даю отбой забыли ну забыли и забыли проходит месяц и вчера звонит девушка одна из тех трех-четырех кого я тогда обзвонил дал телефон и говорю давай мол туда она еще знаете такая любопытная была девушка она ведь а как называется компания куда откуда я знаю вот человек написал ага то может быть я там была на интервью потому что я в этом городе было как-то на интервью это на я буду я откуда знаю ну в общем тайна таскать не прояснилось я и дал телефон и забыл об этом деле теперь выясняется такая история вот она вот вчера вчера позвонил и рассказывает что она позвонила этому человеку тот ей объяснил уже зная уже увидев несколько резюме там поговорив с парой человек по телефону он уже начал понимать что происходит и он ей говорит ты знаешь чего нам нужно автоматизация нам нужно си шарп нам нужно это это вот и она говорит ой да жалко там и как-то но она такая знаете душевная и вот как-то разговор какой-то у них завязался то есть кроме разговора спасибо большое там извините за беспокойство хоть возник еще какой-то разговор и в этом завязавшимся разговоре он не говорит ты знаешь чего у нас в компании есть несколько групп в частности есть такие что ручным тестированием занимаются и пойди просто на сайт и там на сайте есть позиции мы мы их там вывешиваем там все на все есть начало идет на сайт находит там две группы может как минимум две потому что в одной она как раз интервьюировалась действительно раньше а еще одна позиция в какой-то такой другой неизвестной ей доселе группе и она туда значит подает резюме свой отправляет ну вот месяц назад все это было а вчера ей job offer прислали то есть она съездила на интервью с ней поговорили такая классическая история знаете нашел на веб-сайте позицию отправил резюме заинтересовал там значит кто там решение принимает соответственно его позвали вот такая буквально классика просто я к чему говорю что кроме того что это классика редко бывает наше время а для начинающих особенно но что привело вот к этому классическому так сказать раскладу и я вот думаю с задним числом когда я с ней поговорил я начал думать как вообще это все как срослось то есть один человек который там в автоматизации начальник будучи в затруднении там найти людей на местности а это неудивительно сейчас действительно трудно вот вспоминает что есть там наша школа но он толком не знает что за школа он так слышал где-то и он иначе если бы он знал что за школу он бы и обращаться не стал но он а он посмотрел блогера хвостовича вот с чего все началось тогда мы понимаем он посмотрел блогера хвостовича который приходил к нам там интервьюировать людей а может быть у нас на канале его посмотрел я не знаю наверно может быть у нас на канале и тут он неправильно интерпретировал то что происходит уж если бы он правильно интерпретировал он он опять не стал бы ко мне обращаться но он интерпретирование не совсем правильно он подумал что там можно что такое у нас найти там с автоматизации с языками программирования там и так далее больше чем просто начинающий и он мне написал а я тоже как бы вместо того чтобы по расспросить что там у него за позиции так далее позже если я его по расспросил и понял бы что ему нужна автоматизация да еще и си шарм там они нет скажем не джава там что проще было подойти и так далее так я бы и заморачиваться не стал но но я не расспросил он мне не сказал дальше я значит надо там обзвонил сколько-то народу обзвонил их зазря поскольку позиция была не для них дальше девушка оказалась такой социальный такой общительный и ей сказали айтика ты вот на сайте посмотри и я даже не не знаю как его это как объяснить вот вот эту часть потому что иногда гад посмотрите на сайте ну просто чтобы ну как-то уже избавиться от человека который там но ты помочь ему не можешь а что-то сказать надо вроде так все мило и вроде обижать никого не хочется ну посмотри на веб-сайте говорят может быть так а может быть и может быть и не так я не знаю короче масса событий в цепочке каждая из которых каждая из которых могло бы развернуть всю эту историю совершенно другую сторону то есть как бы все было против того чтобы цепочка срослась и в итоге цепочка срослась да так что вот мне это напоминает американскую хохмачку про две мухи попавшие в стакан с молоком то есть одна муха попала в один стакан а другая попала в другой и тому которая попала первый стакан просто потонула там а другая муха она карабкалась и лапками бум 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 и молоко сбила его в сливки соответственно из сливок уже она легко выбралась и пошла своим путем полетела можно сказать вот напоминает отдаленно вот эту историю то есть тот кто шебрушится и лапками там и крылышками всем чем есть трепыхается вот тот и пробивается во всяком случае с большей вероятностью это происходит вот такая интересная история из жизни я думаю что у каждого из вас есть может быть и не одна такая история но вот поскольку такое приключилось вот я и рассказал счастливо